привет дорогие игроки идентифай тут внезапно нам сливают геймплей ну точнее коротенький такой геймплей нашего нового мана под названием скульптор я предлагаю не откладывать обзор нового персонажа в долгие ящики посмотреть уже на него сегодня давайте сегодня у нас будет такой быстренький обзор а когда уже полноценно он выйдет на бета-клиент когда уже наши друзья из группы идентифайф руком вы не за него поиграет мы уже сможем делать более-менее полноценный обзор но давайте посмотрим вообще что она из себя представляет вот такая вот милляшная девочка у нас получается ну мы уже все видели то что она конечно же передвигается на инвалидном кресле общем историю я конечно не знаю надо было посмотреть наверное по-хорошему ну да ладно в принципе моделька понятная тут уже нечего особенно говорить и так как мы видим у нее две способности 1 2 на обоих изображены статуи на двоих ангелочки на двоих и демонюки да в принципе то она может делать вот вот передвижение это просто ужасная вот особенно на пока это ужасно а атака видите то есть она кидает свой точильный нож или как он там называется вперед улетает вперед улетает назад это видимо скорее всего сделано с тем чтобы было понятно выпад или не выпадать расстояние давайте еще раз посмотрим моменты по расстоянию большой или небольшое ну в принципе средняя я бы сказал примерно как хастур то есть достаточно далеко она может его кидать это скорее всего был удар с зажимом вот смотрите а я понял для чего это у него вот она так поднимает на шарики вот так вот она привязывает на новые креса ну анимация конечно просто бомба просто ужас а вот дальше результат обилки первая белка это ангелочки как видите а мы выстраиваю показываем перед собою линию и после небольшой задержки с двух сторон начинает бежать статуи ангелы да они сначала бегут ударяются друг об друга и уходит в разные стороны в обратные стороны если они встречаются с объектом то они сразу же начинают двигаться в обратную сторону если статуи задевают сурва то каждая статуя наносит 0,5 урона то есть 0,25 от полного хп половинку удара нам а вторые статуи идут наоборот по прямой линии да видите нанесли удар и они расходятся по сторонам это все понятно да что вообще еще умеет статуи смотрите а а при нажатии на третью обилку вот это который вы видели у нас при мы переходим в ищи полет то есть наверх и при этом можем использовать нашу обилку на расстоянии да то есть на определенном мы можем выбрать тот момент как где мы будем ее наносить это в принципе нечто подобие как у скажите я скажу архитектора получается да то есть мы типа кемпинг мы видим то что сурва пытаются спасти и таким образом на более далеком расстоянии можем использовать свои обилки но и это еще не все смотрите мы можем одновременно использовать обилки и когда мы их одновременно используем то давайте еще раз посмотрим замедлено замедленным видим я не получится новые подробнее посмотрите смотрите и дается сначала одна то есть сначала по горизонтали и потом по вертикали и в тот момент когда они встречаются они уходят под 45 градусов то есть это типа такая майнгейм овская фигня то что типа сурую пойму то что по прямой линии нельзя бежать а надо бежать под 45 градусов чтобы избегать ударов а вы такие крутые начнете и помощи таких вот махинаций делать так чтобы она эти статуи попадали по ним в любом случае в принципе а по базовым передвижением все понятно как мне кажется попадать этими статуями будет чертовски трудно но с другой стороны и чем черт не шутит возможно все будет поприкольнее а первый момент а то и не проходит через объекты то есть это придется учитывать манам придется рассчитывать в какой момент надо их использовать надо будет прицеливаться это еще проблема пинга то есть в принципе на закрытых картах будет ее использовать очень трудно это тот же самый осилиум и тот же самый город а там где разная этажность золотая шахта то есть это будет просто на кошмар а базовых картах будет использоваться все более-менее нормально вот в принципе весь ман и я буду ждать когда уже более-менее полноценный видос уже с геймплеем выйдет и тогда можем сделать уже более хороший обзор а вам спасибо за просмотр и пока пока пока